Привет, меня зовут Фероника, и сегодня я расскажу о том, что изменило мою жизнь. Как вы уже догадались по названию этого видео, речь пойдет о брекетах. Мне брекеты сняли пару дней назад, поэтому мои ощущения еще максимально свежие. Я буду рассказывать абсолютно обо всех подробностях, здесь также будут цифры, что сколько стоило, и я просила вас в моем инстаграме задавать мне вопросы на эту тему. Кстати говоря, если вы еще не подписаны, я прикрепляю ссылочку внизу, может быть вам будет интересно, там есть очень много моих фотографий и видео еще тогда, когда я ходила в брекетах. Но опять же, к формату видео возвращаясь, я решила все-таки сделать этот ролик в формате такого полноценного рассказа, потому что мне кажется, что так будет интереснее смотреть не только тем, кто пришел через инстаграм и уже знает меня давно, но и тем, кто впервые попал на мой канал и видит меня впервые. Но не переживайте, ответы на все ваши вопросы, они будут в этом видео обязательно, так что давайте уже начнем. И да, я сразу сделаю пометочку, что я не специалист в томатологии, я иногда даже не знаю, как что называется, я буду рассказывать просто с позиции пациента, который носил брекеты. Начнем с того, что мои зубы были неровными всю мою жизнь, сколько я себя помню, и в школе я уже начала комплексовать по этому поводу. Мои родители пытались решить эту проблему, но на тот момент мы жили в маленькой деревне, и самый ближайший такой более-менее большой город, столица Бурятии, мы туда ездили, и мы встречались с разными докторами, но постоянно нам советовали и продавали какие-то такие, знаете, резинки, резиновые штуки, которые ты надеваешь на челюсть, они повторяют форму правильной челюсти, и якобы это должно повлиять на твою челюсть, и твои зубы должны выпрямиться. Стоит ли говорить о том, что этого не произошло, причем, что брекеты нам тогда не предложил ни один доктор, и если бы их предложили, я думаю, что мои родители на тот момент не смогли бы оплатить это лечение, поскольку тогда мы жили не очень-то богато, и в принципе у нас была бедная семья, поэтому вот как случилось, и всю школу я проходила с неровными зубами, университет тоже, и несмотря на то, что я очень хотела свои зубы выровнять, у меня просто не было такой возможности. И вот в 2017 году, когда я переезжала в Санкт-Петербург, я накопила довольно значительную сумму денег на то, чтобы была какая-то подушка безопасности, если там я не найду работу, еще что-то, и мной настолько сильно двигало желание изменить мои зубы, они на тот момент выглядели действительно ужасно. Я вставлю вот здесь вот фотографии, как они выглядят до, вы видите, что у меня были неровные и верхние зубы, также были неровные нижние зубы, и я их вообще практически не показывала, у меня был очень неправильный прикус, и все это настолько сильно я хотела изменить, что я просто первым делом била в гугл брекеты СПБ и открыла первую же ссылку, и вот по первой же ссылке я записалась к доктору. Произошло какое-то чудо, и мне по этой же первой ссылке попался хороший доктор, я, кстати, оставлю ссылку на него внизу, если вы вдруг живете в Санкт-Петербурге и тоже хотели бы заняться своими зубами, обращайтесь к ней, и мне на тот момент повезло, наверное, я была немножко безбашенной, мной двигало вот это вот желание сделать все как можно скорее, однако сейчас я бы, наверное, пересмотрела все отзывы, все фотографии работы этого доктора, то есть поступила совершенно по декому, но тогда вот мне просто повезло. Я для себя выбрала металлические брекеты, да, они довольно заметные, но опять же плюс в цене, и плюс в том, что они довольно быстро выравнивают зубы, и прежде чем мне эти брекеты поставить, конечно же, нужна была подготовка. Во-первых, мы делали слепок моей челюсти, мы делали чистку, мы вылечили все зубы, все зубы, я так сказала, как будто мне прям все зубы болели, но у меня были пара зубов с кариесом, мы их тоже вылечили, и плюс у меня было удаление. У меня вот здесь вот не было вообще одного зуба, и поэтому мы симметрично удалили зуб вот здесь, и еще внизу. Причем я помню, что мы удаляли это перед Новым Годом, и я удалила сразу несколько зубов за раз, врачи еще тогда так удивились, и было еще вот это перед Новым Годом, и они говорят, а как же ты будешь есть все эти салатики и всю эту еду, которая будет на новогоднем столе, но я так сильно хотела что-то изменить, что я забила, и просто вот как можно скорее все хотела сделать. Что касается стоимости, примерно подготовка к установке брекетов мне стоила где-то 20-25 тысяч. Сама установка брекетов стоит 20 тысяч на одну челюсть, и сначала вы ставите на одну челюсть, на верхнюю, пару месяцев входите, и вам потом ставят на нижнюю челюсть, то есть в целом сама установка брекетов это 40 тысяч, и еще подготовка где-то 20-25 тысяч. Я сейчас точно уже не вспомню, но вот эти вот цифры, да, они приближенные, поскольку это было еще там в 2017 году, конечно, у меня уже в памяти немного замызлась, и тогда я еще не думала, что я буду вести канал, и я не записывала, к сожалению, все эти цифры, но вот, насколько я помню, это было примерно так. В первую очередь, всех обычно интересует, больно ли это, и я сразу скажу, что нет. Процедура установки брекетов, она совершенно безболезненная, и я даже думала зайти после этой процедуры в аптеку, чтобы купить обезболивающий, но было настолько не больно, что я была в шоке, я в эту аптеку не зашла, это была моя ошибка, потому что не тот-то было. Я, как сейчас, помню, что в этот вот день установки брекетов, перед тем, как пойти к врачу, я приготовила себе плов, и я думаю, ну, и вернусь, поем. Я, значит, приготовила плов, пошла к врачу, установила брекеты, совершенно безболезненно, как я уже говорила, прихожу домой, и тут-то мои зубы начинают болеть. На них начинает очень сильно давить вот эта вот дуга, которая скрепляет замочки, и я помню, что мне было настолько больно, что я не могла жевать, но я люблю поесть, поэтому я просто проглатывала этот плов или разминала его языком, и я помню, что в эту же ночь я потеряла маленький осколочек своего зуба вот здесь вот внизу, потому что мне было настолько больно, и я настолько сильно сжала челюсть во сне, что у меня реально отломился зуб. Потом я прочитала о том, что чем более неровные зубы, тем более больно вам будет, и действительно это так, и еще один важный нюанс, чем более больно вам, тем сильнее ваши зубы выравниваются. Я довольно быстро это поняла, и уже через некоторое время эта боль стала приносить мне удовольствие, как бы странно это не звучало, потому что я понимала, что если мне сейчас больно, значит есть изменения. И к тому же некоторые изменения были настолько видимыми, я могла поставить себе новую дугу, прийти домой, проспать вот одни сутки, я просыпаюсь, а у меня уже закрылась какая-нибудь там незначительная щель на зубах. То есть изменения были очень сильно видны, особенно когда болели зубы, поэтому эта боль меня больше даже радовала, и это определенно того стоило. Металлическую дугу на брекетах, которая вот так вот идет по всем зубам, я вставлю сюда фото, чтобы вы поняли вообще, о чем я говорю, ее нужно менять раз в месяц, то есть раз в месяц нужно приходить к стоматологу, и примерно 5-7 дней после этого у тебя зубы болят. Потом ты к этой боли уже привыкаешь, и чувствуешь просто легкое давление на челюсть. В моей клинике эта процедура стоила около 3000 рублей. Однако во время лечения у меня случались моменты, когда я вовсе не могла посетить стоматолога, я могла на несколько месяцев вообще уехать в другой город, поэтому если складывать вот эти вот все месяцы, мое лечение затянулось, точнее я пропустила примерно год, поэтому мое лечение получилось настолько долгим. И стоит понимать, что как только вы перестаете ходить к стоматологу и менять этот гул, ваше лечение вообще полностью останавливается, и больше ничего не двигается. Поэтому это очень важно, тем более если вы хотите как можно скорее отходить с брекетами и получить свои ровные зубы. Знаете, удивительно то, что когда я встречала людей в брекетах где-то на улице, я видела у них ровные зубы, то есть у них брекеты стояли на ровных зубах, и я удивлялась еще, ну как же так у них, улыбка выглядит просто идеально. А потом я поняла, что когда вы ставите брекеты, вот само выравнивание в одну линию, оно происходит буквально за пару месяцев, то есть очень-очень быстро, и все оставшееся время мы ставили зубы в суперидиальное положение, мы закрывали щели, которые есть между зубами, незначительные, плюс, как я уже сказала, мы удаляли зубы, и мы исправляли прикус, поскольку моя правая челюсть, правая челюсть, моя верхняя челюсть была сильно сдвинута вправо, а нижняя челюсть была сильно назад, и мы вот очень долго добивались правильного прикуса. Что касается привыкания к брекетам, да, это очень неудобно сначала, и первую неделю у меня были большие проблемы с дикцией, я не могла выговаривать некоторые слова, я шепелявила, и все это было очень заметно, однако я очень быстро привыкла, то есть уже через эту первую неделю у меня произошло привыкание, и я стала нормально разговаривать, мне это уже не мешало не кушать, то есть я абсолютно к ним привыкла, и если говорить о стеснении, я знаю, что очень многие стесняются, я не стеснялась вообще, потому что я считала, что это моя фишечка, люди обращали на меня больше внимания, и я становилась какой-то более запоминающейся, к концу лечения я даже стала носить цветные резиночки, чтобы еще больше акцентировать внимание на моих зубах, и мне кажется, знаете, вот для тех людей, которые стесняются, я скажу, что это очень странно, стесняться того, что вы заботитесь о себе, о своем здоровье, и вкладываете большие деньги в свою здоровую улыбку, стесняться этого, как мне кажется, очень странно. Расскажу еще один забавный факт, когда я готовилась к установке брекетов, я прочитала о том, что скорее всего вы похудеете, поскольку будет трудно употреблять какую-то пищу, что-то вы есть не сможете вообще, из-за боли, из-за того, что просто будет неудобно, естественно, я очень обрадовалась, почему бы и нет, да, такой двойной бонус. Но я настолько люблю поесть, что я всегда находила выход, как в случае с пловом, который я ела в первый день, просто проглатывая. Я могла прийти после стоматолога и заказать себе суши, и разминать их языком, и потом проглатывать. Бургера я все равно заказывала на дом, я ела, и сразу же потом бежала в ванну, чтобы почистить свои зубы, потому что, естественно, все это очень застревает. И, конечно же, нельзя вот прям вот так вот кусать какие-то твердые продукты, то есть там яблоки, морковь, потому что может брекет слететь. И стоит ли говорить о том, что первое, что я сделала после того, как мне брекеты сняли, это я пришла домой, взяла огромное зеленое яблоко, и я его вот так вот укусила, и это было незабываемо. Оказалось, что яблоко гораздо вкуснее, если его так кусать, а раньше я не любила яблоки. Наверное, мне приходилось их резать на маленькие кусочки, поэтому я их не любила. На последнем этапе лечения я также носила такие вот прозрачные резиночки, тоже вставлю фотографию, как они выглядят, и они помогают челюсти еще больше и быстрее двигаться, чтобы прикус стал на место. Эти резиночки нужно было носить каждый день, и я снимала их на какие-то важные встречи, на важные съемки, поэтому, в принципе, люди даже, наверное, не знали, что я эти резиночки носила, или даже не замечали их, потому что они были прозрачными, и это такой завершающий этап моего лечения. И вот пару дней назад, уже в 2021 году, я сняла брекеты. Само снятие брекетов, оно совершенно безболезненное, то есть это совершенно не больно, это делается буквально за минуту, и небольшой дискомфорт мне доставила чистка, и когда вот материал зубов счищают, потому что там остается клей, это становится довольно болезненным из-за того, что эмаль уже повреждена, то есть она и так на себя очень большой удар приняла, и да, мне было немного больно, но это определенно того стоило, и еще в конце мне поставили вот такие вот маленькие проволочки на передние зубы и на верхнюю и на нижнюю челюсть, чтобы зубы не возвращались в мое старое положение. И, конечно же, сказать, что я была довольна результатом в стоматологическом кресле, это ничего не сказать, я улыбалась просто без остановки, и когда еще я вышла из кабинета, я стояла еще в коридоре, и очень долго стояла, и очень долго смотрела в это большое зеркало, отправляла всем своим родным фотографии, когда ехала домой, мне хотелось улыбаться всем вокруг, но мы сейчас сходим в маске, поэтому, наверное, никто этого не видел, очень жаль, потому что у меня были идеальные зубы. Когда я пришла домой, мне стало немножечко даже грустно, потому что я настолько привыкла к брекетам, я их так полюбила, мне кажется, они стали частью меня, многие меня без них даже уже не воспринимали, не знали, как я без них выгляжу, и я вот серьезно, я всей душой их полюбила, и мне даже стало грустно, что я с ними рассталась. В конце этого видео я хочу сказать, что это определенно того стоит, вы только посмотрите на фотографии до-после, которые я прямо сейчас вставлю, и это просто небо и земля. Я абсолютно счастлива, что я проносила брекеты пару лет, чтобы всю свою оставшуюся жизнь ходить с идеальной улыбкой. И я надеюсь, что это видео вам понравилось, вы нашли ответы на свои вопросы. Если это так, то обязательно поставьте мне пальчик вверх, напишите комментарии, потому что для меня они очень важны. Вы знаете, что комментарии это то, что помогает как можно быстрее продвигаться моим видео вперед, поэтому я ценю абсолютно каждую вашу реакцию, сообщения, комментарии, лайки. Я всегда на все отвечаю, я безмерно благодарна тем, кто меня поддерживает. И мы с вами совсем скоро увидимся в новом видео. Пока-пока!